Т.е. есть куча теорий о жизни не только органической, не только углеродной, есть куча теорий о жизни, не только связанной с живыми существами, живущими на поверхности Земли и т.д. т.е. может ли возникнуть жизнь во Вселенной где-нибудь ещё? Может. Ну, примеров мы не знаем, но… Мы не знаем, но чисто математически получается так, что она должна возникнуть не только на Земле, она должна возникнуть в тысячах, в миллионах, в миллиардах мест, должна возникнуть уже достаточно давно. Наверняка есть жизнь гораздо более старая, чем на Земле. Ну почему? Потому что есть гораздо более старые звёзды, чем Солнце. Так вот, т.е. скорее всего жизнь существует, т.е. добраться до неё, изучить её – это достаточно тяжело. Но жизнь может быть не только на поверхностях планет. Ну вот, допустим, по основной теории, собственно говоря, которая связана с эволюцией, жизнь зародилась в плане движения материи, т.е. как образовались сложные молекулы, образовалась, собственно говоря, совоспроизведящаяся молекула, образовалась жизнь. Я сейчас не о научной терминологии, я просто о том, что движение материи порождает жизнь. Т.е. вот, допустим, у нас есть в Солнечной системе планеты, газовые гиганты. Почему вот это движение материи не может привести к образованию там живых существ любого, в принципе, размера? И почему не может, допустим, произойти так, что эта жизнь сольётся банально в одно? Т.е. допустим, живая планета. Теория, кстати, с живой планетой тоже существует и тоже есть научная. Но и другое дело, что они недоказанные. Были даже произведения научной фантастики, посвящённые живым планетам. Солярис. Нет, самое первое написано было ещё Артуром Конан-Дойлом, «Как земля вскрикнула» называется. Когда земля вскрикнула? Когда земля вскрикнула, да. Так вот, т.е. это, по-моему, самое старое произведение, где земля в научной фантастике является живой. Так вот. Ну правда она там не является разумной, но кто сказал, что она не будет являться разумной? Да. Т.е. у Земли есть жидкое ядро, жидкое магмата, где может образоваться высокоэнергетическая жизнь, которая может быть либо одной для всей планеты, либо большим количеством этих существ, и в этом случае ничего не мешает, допустим, реализовать теорию в какой-то мере творения жизни силами этой самой Земли, и, опять же, это даже в какой-то мере получается связано с воззрениями в древних религиях, т.е. всё породил, так сказать, бог Уран, земля Гея, или всё сущее порождено Теомат, много, опять же, вариантов. Их сотни, их тысячи, сколько есть религий, столько есть вариантов. Половина из них связана о том, что эта Земля породила жизнь на себе в той или иной форме напрямую или через посредничество какое-то получается. Но вот мать – сырая Земля, она, получается, может быть обусловлена научными гипотезами, но недоказанными. Т.е. это может быть, этого может не быть. Но люди, которые, допустим, верят в живую Землю, они верят в более обоснованную гипотезу, чем те, которые верят во всемогущего, во всем ведущего бога, находящегося динозавра, фактически вне творения, потому что он его создал, сам находится в огне. Т.е. вот уже картина – существо, которое превосходит человека безумно, которое способно создать жизнь и которое способно, допустим, корректируя это создание жизни, допустим, стереть с лица планеты неудавшееся направление зашедшего в тупик, типа динозавров, да, и дать шанс млекопитающим, в том числе людям. Под религию можно подогнать, но можно это использовать как научную теорию, и в принципе атеист, ознакомившись с такой научной теорией, может оценить силу аргументов «за», силу аргументов «против». Но если догмы нет, это вот так и никак и надо, можем порассуждать. Да. И превосходство будет примерно такое, как описывается в древних религиях у богов над человеком, т.е. подавляющее такое превосходство, подавляющее преимущество, но только с каким отличием? Даже в этом случае таким вот высшим существам, т.е. они подавляющее человека являются высшими, но при этом не являются богами, да, им не нужно приносить жертвы, им не нужно молиться, и им нету дела до того, бьёшь ты свою жену или нет. Да. Вот. Это одно из ключевых, по-моему. Да. За это всё отвечают люди. И никакого дела до твоих молитв ему тоже нет. Ну да. Кричи, не кричи – не поможет. Так вот, но при этом более высшим существом, более высшим разумом может быть, допустим, живая звезда, потому что может она быть живой? В принципе, теоретически может. Является ли такой? Мы не знаем. Мы ещё Солнце исследуем. Может быть, через сто, может быть, через тысячу лет мы это когда-нибудь узнаем. Но сейчас пока ещё не знаем, но предположить вполне можем. Опять же, в научной фантастике живые звёзды описываются, т.е. допустим, у Снегова в трилогии «Люди как боги» упоминается фактически живые звёзды – это Рамира, т.е. мыслящие звёзды. Хорошие были книжки в детстве. Т.е. это чудовищная энергия, чудовищные возможности и совершенно непостижимую человеку вычислительные мощности, правильно? Да. Т.е. соответственно, это может породить и управление гравитацией, и временем, т.е. тут, опять же, мы начинаем строить теории, т.е. теорию всегда, опять же, можем проверить. Т.е. верю ли я в живые звёзды или живые планеты? Нет, я не верю, но я считаю, что в принципе это может быть. Допускаешь возможности? Да. Мне интересно узнать, есть ли это или нет, мне даже это любопытно. Но это не является объектом веры. Ну, примитивизируя совсем, вот электрическая розетка на стене, есть в ней электрический ток или нет, но, наверное, надо взять тестер и запихать туда. Ну, тестера нет, пальцем попробуйте. Но здесь пока что у нас с тестером плохо. И вот ты увидишь, есть электрический ток или нет, а верить в то, что он там есть – это несколько другое. Да. И верить в то, что если ты принесёшь жертву, зарежешь здесь тельца, и ток появится – это ещё хуже. Да, реально? Да. Так вот. И здесь получается какая вещь? Что… Причём если курицу, то 127 вольт, а если барану, то все 220 могут появиться. Так вот, а что заставляет, допустим, всё-таки проверить такую теорию, не отбросить её сразу по принципу бритовой акамы, что, мол, типа того, что если никаких оснований, то и тифу, на него будем пользоваться самым простым объяснением. Потому что есть многие вещи, которые пока что наука толком объяснить не может. Но это момент с зарождением жизни. Не потому что она не может объяснить наука, как жизнь зародилась, а потому что этих научных объяснений больше одного, а верным может быть из них только одно, либо какая-нибудь компиляция из них, но не могут быть они верными все по отдельности, но при этом все верные. То есть большинство из них неверно. Да. Есть моменты, связанные с массовыми вымираниями, с появлением жизни, с изменением главных климатических условий на Земле, очень кардинальными изменениями, которые могут быть вызваны, допустим, банально, развлечениями живой планеты. Вулкан. Ну да, прыщ на заднице, это вулкан на заднице. Чири. Да. И вот, допустим, есть у нас планета Юпитер. Кроме обычных спутников, там есть ещё две таких группы планет, греки и троянцы, которые одни летят спереди по орбите Юпитера, другие – сзади по орбите Юпитера, по той же орбите, и, собственно говоря, приходится к физике – к имеющейся у нас науке физики – привязывать очень кривые костыли для того, чтобы хоть как-то объяснить, почему они летят именно так, потому что, по идее, они так лететь не должны. Но если мы воспринимаем Юпитер как живой существ, почему бы не произвлекаться? Вот Юпитер себе устроил вот эти вот планеты вот так. А к нему хочется. Да. Сатурн окружил себя кольцами, да, а Земля развлекается тем, что взяла и развела на себе жизнь, обеспечив ей купол защиты типа в виде магнитного поля, ионосфера там. А Марс, допустим, решил, что ему скучно, и взял самоубился, охладил ядро и жить перестал, стал неподвижной планетой с отсутствием подвижного ядра. Наложил себе в руки, да? Нет, ну я просто говорю, это чисто вот такая, знаешь, картинка широкими мазками. Почему нет? Да. А Нептун, допустим, он просто решил… или кто там, Уран или Нептун у нас осью вперёд летит? По-моему, Уран. Уран. Так вот, вот ему просто стало вообще всё… решил выкиндриться? Может, он спит. Да. И он взял, допустим, и просто положил орбиту на поле, он поклетит вот так вот осью вперёд. Ну, мне так нравится, потому что мерить, опять же, планеты какими-то людскими мерками, опять же, тяжело, потому что ясно, что и взаимоотношения между такими существами более высшего порядка и их поведение, они с точки зрения человека необъяснимы. И можно, допустим, выяснить, что Земля живая, что она действительно породила человека, и что вот сейчас мы подходим к моменту, когда Земля, убедившись в том, что человек, что тоже зашёл в тупик и дальше развиваться не хочет, возьмёт, сотрёт его и даст, допустим, шанс дельфинам или воронам, я не знаю, или кому-нибудь ещё. Или вообще закроет проект и решит, как Марс со скуки. Да. Надоели бы мне все. Да. Так вот. То есть может вот так быть. И опять же, даже если такой момент выяснится и так далее, то будут люди, которые будут думать, как спасти человечество, как вернуть проект обратно на рабочие рельсы, или, допустим, как выйти к звёздам, и тогда будет человечество уже всё равно, что произойдёт, ну не то, что всё равно, но не смертельно то, что произойдёт на Земле. А можно начать, допустим, опять же верить в это, приносить жертвы, молиться в надежде, что будут услышаны. Живая Земля, сотворившая человек, и которая может в любую секунду эту жизнь стереть и устроить, допустим, следующий эксперимент. Разумное Солнце, которое может разогнать это и уничтожить все планеты вокруг себя. Спалить эту Землю, да. Раз-два. Так вот, могущественные планеты, которые играют спутниками вот так вот с помощью гравитационных фокусов. Победить хочу. Ну да, ну почему, допустим, в одной планеты есть кольцо вот такое ярко выраженное Сатурну, а других либо маленьких кольц, либо нет вообще? А красиво было бы. Да, а Земля зато выпендренилась, у неё совершенно левый спутник, который фактически превращает Землю в двойную планету, в двойную систему, т.е. небольшая планета и большая фактически крутится вокруг общего центра вращения. Тоже же круто, правильно? Тоже понты. Да, да, да. Красиво. Ну, на мой взгляд, заниматься исследованием того, что есть, гораздо интереснее, чем думать о том, чего нет. Да. А если вы думаете о том, что чего-то нет, но вы хотите, чтобы это было – ну исследуйте, вдруг оно действительно есть. Но исследуйте. Зачем просто верить?